В редакцию ОТВ обратились жители посёлка Косарги. В глубоком рву, заполненном водой, они обнаружили тела десятка овец. Люди называют это экологической катастрофой, ведь стоит потеплеть, и тела начнут разлагаться. Боятся жителей того, что провалиться в воду могут и поселковые дети. Кто виноват в ЧП, разбиралась Светлана Сычкарева. Чтобы найти своих любимцев, Виктору Копчегашеву приходится спускаться к глубокому рву. Земля под ногами осыпается, и тут фермер натыкается на страшную находку. В грязной жиже плавает десяток его овец, уже мёртвых. Вот это вот Машка, вот это вот ресничка, а это веснушка, вон она рыженькая. Животные уверенных владелец провалились в яму во время выпаса, слишком близко подошли к рву. И мягкая земля под ногами провалилась. Шансов выбраться из водоёма глубиной в три метра у животных не было, они захлебнулись. Это только первые жертвы рва, уверены люди. Жители посёлка Косарги требуют от властей немедленно засыпать яму. Боятся, что в следующий раз туда упадут дети. Надо закопать. Раскопали и бросили. Так у нас получается. Ров глубиной в три метра находится не на окраине, а на одной из центральных улиц. Вырыли его рабочие местного сельхозпредприятия. Его директор разговаривает с журналистами, на камеру отказывается. Но за кадром объясняет. С помощью рва пытался защитить свои поля от автомобилистов, которые якобы проложили дорогу по его пшенице. Дорога, которая идёт вдоль грейдера, вдоль посёлка, она не очень хорошего качества. А вот здесь дальше есть дачи. И вот люди, вместо того, чтобы ехать по вот этому грейдеру, они сворачивают сюда и поехали по нашему полю. Однако местные жители таким объяснением не верят. Предполагают, что с помощью рва из коровника выводят отходы. Люди даже записали видеообращение и выложили в интернет. Вот оно. Вот жижа бежит оттуда, вот с комплекса. Вон башня этого комплекса. А вот эти так называемые очистные, которые уже перелились совсем. Траншея вытянулась больше, чем на километр и сливается с небольшим озерцом там, за моей спиной. Вода здесь зеленоватого оттенка и имеет специфический и неприятный запах. Экологи вообще уверены, что посёлок находится на грани катастрофы. Если жижа из рва попадёт в воду озера Косарги или в другие питьевые источники, может вспыхнуть инфекция. Они начнут раздуваться, начнут потом разлагаться, заведутся в вредители, вредные бактерии. Из грунтового дыма это может попасть, и человек, и другие животные могут, конечно, потратить от этого. Однако местные власти только разводят руками и стараются не вмешиваться в эту историю. Глава поселения объясняет, земля, на которой выкопан ров, принадлежит сельхозпредприятию. И предприниматель может делать там всё, что считает нужным. А вот жителей, наоборот, может ждать штраф за то, что их скот бродит по полям без пастуха. А то, что скот бродячий, он должен быть под присмотром. Если бы пастух был, он бы погнал сюда, а вообще-то, в принципе, там нет. А то они бы погнали бы в другую сторону. А если скот не пасётся, значит, пастуха они не нанимают, значит, они обязаны его содержать. У нас есть специально разработанные в районе положения о условиях содержания сельхозяйственного животного. Местные жители решили не дожидаться власти и самостоятельно начать взрывать траншею. Виктор Копчегашев надеется только, что за это, как и за утонувших овец, его не оштрафуют. Светлана Свечкарёва, Леонид Новожилов, ОТВ.